Всем привет, ребят! Ну всё, первая навигационная вахта в этом контракте. Давайте сначала покажу вам красивый вид весна. Солнце светит. Температура плюс 10. Идём в Северном море сейчас на Норвегию, на север. Проходим нефтяные вышки. Из одной системы в другую заходим. На электронке покажу. Трафик такой несерьёзный. Сюда обгоняющие. С такой скоростью тоже идёт. Было пару встречных судов, разошлись. Что-то появится, интересно, обязательно потом запишу. Вот это всё мы пройдём. Пройдём, пройдём. И потом уже там вообще будет лафа. Приходим только 19-го где-то утром. О чём я хотел сегодня поговорить. В общем, хочу привести пример свой и того, кого я поменял сейчас. В общем, два с половиной года назад, да, уже почти работал я в одной из компаний немецких, не буду название озвучивать. Тем не менее, попал я там в польский экипаж. В целом, неплохие ребята, но с капитаном и Староповым не повезло. Дед там тоже, вот у них тройничок такой там, дом. Есть такие вот, ты сюда работал, где тройнички вот эти, они любят. Ну, или двойнички. То есть, два главаря, да, там, Старомеха и капитан, то есть, они решают, будет человек работать или не будет. То есть, на том судне, я уже приехал, был списан четвёртый механик. Потом, там, через два месяца списали ещё одного, Франкенштейн приехал. Так вот, этот тоже электромеханик прозвал. Ну, там, реально, проблема была, что он инвалид. У него что-то серьёзные проблемы, да, там механиком стал тоже неясным. Вот. Он был тоже поляк, но они его списали в общем. Я думаю, он даже свои, короче, не щадят. Ну, тогда я поменял парня, блин, второго, да, тоже, помощника с Украины, Сэгдесси, по-моему, он был. Он был списан тоже. У него был восьмой месяц контракта. И они ещё хотели с него за полёты, в общем, с ней. Не знаю, сняли, не сняли. Факт в том, что он уехал домой. Мне сразу сказали, тебе надо будет работать на баллоне. Он сказал, вообще, без проблем. Запад нормальный, почему нет. Что я выполнял весь контракт. В течение этого ещё был электромеханик списан. Причём за день до отлёта он отказался просто идти ремонтировать кран. Он сказал, зови деда, говорит, ну, уже пятый или десятый там раз, блин, говорит, зови деда, иди в 2 часа ночи. Буди деда, пускай он где-то кран чинит. Я говорю, слушай, ты серьёзно, что ли? Он говорит, да. Ну, я пошёл, ещё раз деда разбудил, что с него там сняли где-то. Порядка двух тысяч евро за полёт. За себя и за того, кто его будет менять. То есть там вообще не чикались с экипажем, да? Те, кто плохо себя ведёт, то это он оказывает. В некоторых случаях это, конечно, правильно. В общем, у меня две недели до смены говорят, ты не поедешь работать, капитан против, плохой опразил репорт. Ну, я потом начал вот эту мысль, почему это случилось, как это случилось. А причина была простая, поведение было не очень хорошее. То есть где-то спорил с капитаном, со Старковым. Вот. И поэтому, как бы, эти моменты самые важные были. Которые повлияли. Работу-то я делал на палубе, там вопросов вообще-то придраться даже ничего не было. Поэтому, если у вас поведение не очень, и как бы ещё и вы работаете плохо, то это вообще всё, катастрофа. Хотя, без них капитан был ленивый. Вообще, он весь контракт даже на палубу не выходил. То есть у него большая масса, тяжело, уже старенький. И он, бывало, за языком не следил, и за это мы с ним ругались как-то. Хорошо бы это драки не дошло. Ну, так как я возраст всё-таки уважаю, да, там. Ещё бы немножко где-то он грань бы перешёл, то есть была бы проблема на этом. Вот. И для меня, в первую очередь, то есть его-то что, у него карьера уже на закате, а у меня ещё только всё начинается. Поэтому нужно держать себя в руках, ребят. Вот. Старпом был молодой там, и в общем, ненависть чувствовалась такая, знаете, поляков всё-таки грустно. Потом приехал нормальный Старпом, русский, мы вообще отлично там доработали с ним. Как-то так. А сейчас я приехал, через день мне как-то капитан говорит то, что у тебя комиссия заканчивается там в июне, но это не проблема. Я говорю, так, ещё не проблема, всё равно. И Женя приедет меня менять. Он говорит, нет, он не приедет. В общем, тот капитан против, я, говорит, против. И судовладелец тоже против, он успел даже с судовладельца поругаться там, каким-то образом. Ну, чем-то не понравится вообще, не знаю. Судовладелец сказал, мне он не нужен. Сейчас возникает вопрос, мне он сказал, что не надо говорить, но я считаю, что сообщить я просто обязан, потому что в подобной ситуации я уже был. Тогда тоже не выходил помощник, он ничего не сказал. Он с Севастополя, фамилию, имя уже не помню, я его как-то в контакте находил. Он очень некрасиво поступил. Очень некрасиво. Его знает один человек, Игорь Дёмин. Если ты когда-нибудь посмотришь это видео, если ты связь держишься с одним человеком, передай ему, что он гандон. Я при встрече ему, конечно, пару слов сказал. Потому что у меня получилось так, что я и другую работу не искал в этот период, надеялся, что вернусь на судно. Никто ничего не говорил, всё в последний момент. То есть, получается, до вас, до вашей семьи никому нет дела. То есть компания не заботится об этом. Потому что они тебя уволили, как бы уже, да, а то, что ты узнаешь, это там, блин, за пару недель, ну и что, и фиг с ним. Твои проблемы. Не важно, как ты там, ладно бы ты там забухал, короче, не знаю, подбухивал, да, ну где-то так, потом у тебя просто, ну, закончишь так, ты уехал и, как бы, да. Ну, сам виноват, сам должен понимать, что ты в любом случае не вернёшься. А когда ты сделал работу качественно, ну, где-то, да, может быть, там, выходил за рамки. Ну, в целом-то. Вот, и когда не ждёшь, ну, это, блядь, подстава чистой воды. Поэтому я постараюсь ему так объяснить, чтобы он не стал звонить и не получил узнать, что мне капитан сказал, почему ты ему сказал, тядь говорил обратно, да. Вот. Тем самым помогу человеку, что у него всё-таки семья, дети. Вот. Было бы некрасиво с моей стороны, зачем грех брать, если можно делать добрые дела, ребят, делайте добрые дела. Главное, с добротой ко всем относиться. Даже кто злой на вас, да, и 100% будет отдача. И даже от этих людей доброта, желание работать, неконфликтность. Всё. Всё будет получаться. Всё. Всем пока. До скорых видео. Вот такой вот вид из окна. Кстати, будет скоро спортзал сделан под полубаком. Отдельно засниму. По поводу расхождений тоже будет что-то интересное, обязательно появится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...